добро пожаловать в новый видео урок с вами александр владимиров школа logic pro help сейчас мы с вами будем разбирать как мы можем быстро из баса сделать плак из плака лид из лида пэд из пэда опять плак из плака бас и так далее ну и познакомимся конечно с основами саунд дизайна таких базовых звуков давайте начнем с баса потому что это наиболее привычный и знакомый нам тип звука мы берем такую заготовленную мелодию берем синтезатор алхими мне очень нравится этот синтезатор внутри лоджика и начнем здесь накручивать звуки здесь у нас сразу есть какой-то дефолтный пресет он мне не нужен мы будем крутить с нуля для того чтобы все сделать вообще по умолчанию сбросить все мы нажимаем файл и не тела из присед и у нас будет такой простенький звук пилы и в общем то уже чем-то напоминает бас давайте попробуем из этого сделать что-то более приятное более так сказать адекватное для начала в блоке осцилляторов нам нужно выбрать какую-то форму волны я буду использовать базовую форму волны на самом деле большое количество вы можете прослушать все эти формы волны и найти ту которая вам больше нравится или какой-то набор форм волны которые вам действительно пришлись по вкусу я же буду использовать либо квадрат либо пилу синусоиды я не очень уважаю только если в купе с дисторшном сатуратором давайте возьмем для разнообразия square для баса в общем то мне вполне это нравится уже что-то неплохое давайте попробуем сделать на октаву ниже когда мы им крутим вот эту вот ручку то мы в полутонах в сэмитон сах понижаем высоту этого звука мы знаем что у нас одна октава это 12 полутонов поэтому нам нужно работать в диапазоне плюс-минус 12 семитонцев то есть должно быть кратно именно 12 можем сделать минус 24 минус там 36 и так далее сейчас делаю минус 12 что минус 24 явно будет мало да неплохо естественно мне нужно несколько закрыть звук фильтром потому что мы имеем достаточно не то что большое количество но мне явно не нужна вот это вот это жужжание мне она совершенно не нравится поэтому я несколько закрывая фильтром звук ну и чтобы добавить такой характерный transient я что сделаю я добавлю сюда значит новую dsr q adsr 2 вот она у нас здесь уже переключилась сделаю ее достаточно короткой и она у меня будет воздействовать на ручку котов и в общем то мне уже более-менее нравится то есть мы получили такой простенький simple бейс разумеется можем добавлять сюда еще различные осцилляторы с другими какими-то формами волны чтобы это звучало более богато более насыщенно можем какие-то эффекты использовать например distortion сатуратор мог бы здесь немножко небольших количествах нам улучшить картину но мы работаем сейчас базовыми звуками ну вот мы накрутили бас ну вроде все элементарно просто ничего здесь сложного нету как из этого звука нам быстро сделать например плак давайте подумаем чем принципиально отличается бас например от плака на самом деле он отличается по большому счету только высотой например если я возьму здесь сделаю плюс 12 полутонов то есть на две октавы выше от исходного звука ну и может быть чуть сильнее открою фильтр чтобы звук был такой более явный то мы в общем то получаем вполне себе плак да добавьте сюда побольше каких-нибудь характерных именно для плаков эффекты типа ревера дилей можете добавить по вкусу и мы получаем вполне себе характерный плак при этом мы покрутили что всего-навсего вот эту ручку маленький лайфхак когда вы выбираете какие-то пресеты неважно в каком синтезаторе и вы нашли какой-то плак попробуйте нажать на пару октав вниз иногда может получиться реально крутой бас поэтому глобально отличие там плака от в общем-то баса но такого простенького до заключается именно в высоте и все это вот основа давайте подумаем где еще могут использоваться плаки но например мы можем использовать плаки вот с такими корсами то есть у нас есть прям какой-то тут ритмический рисунок здесь какие-то аккорды давайте послушаем как это будет звучать пока мне не нравится как это звучит и этому есть простое объяснение когда вы слушаете вообще любой пресет задавайте себе вопрос а что вам не нравится вот что именно звуки ну вот как-то вот не то мне например не нравится что звучит слишком высоко я сделаю на октаву вниз да так мне определенно нравится больше плюс мне не очень нравится то что звук очень узкий он в моно как проверить звук в моно или нет конечно мы используем наши уши но мы можем в разделе миттеринг найти мультиметр и здесь в общем-то по коррелейшену посмотреть звук в моно или в стерео если здесь ничего не показывает либо вот максимально вправо то значит звук в моно окей я хочу сделать стерео как нет сделать ну конечно можем применить всякие эффекты но мы сейчас будем работать внутри синтезатора и мы переходим во вкладку именно такой детальной настройки осциллятора и вот здесь вот мы увеличиваем дитюн он уже увеличен нам нужно увеличить количество голосов обычно 8 штук более чем достаточно больше можно делать если вы пишете фьючер бейс для лидов и для корсов в этом жанре музыки обычно используют 16 но будьте готовы к очень большой нагрузки на процессор 8 даже 6 штук я думаю нам хватит ну а дитюн я скорее всего несколько уменьшу потому что я уже предполагаю что звук будет сильно такой расстроенный друзья возможно вы еще не слышали что у нас в лоджик про help есть свой закрытый клуб с телеграм-чатом и кучей подарков для всех участников и пусть вас не пугает слово закрытый доступ в клуб абсолютно бесплатный проходите по ссылке в описании к этому ролику заполняйте форму и получите ссылку с доступом к чату к нашей коллекции плагинов сэмплов и пресетов в ту же секунду буду рад видеть вас чате где уже порядка тысячи человек обмениваются опытом помогают друг другу решать те или иные вопросы а также первыми узнают о новостях и акциях школы лоджик про help жду вас там прямо сейчас welcome все отлично какой-то как будто бы легкий клиппинг у нас тут есть волю уменьшим это и слышно было и видно да у нас здесь красным чуть-чуть горело все по большому счету вот я создал какую-то плаковую штуку для вот этой мелодии то есть обычно еще плаки ну или они чаще называются корцы от слова ну собственно аккорды делается вот именно таким вот образом окей а давайте подумаем например как еще плаки могут использоваться например у нас есть арпеджио это такой тип мелодии когда звуки идут ну как бы друг за другом то есть по простому говоря если максимально это все упростить то у нас звук он правильно сказать ноты они идут вот так вот ступеньками чаще всего есть классические и базовые арпеджиаторы это допустим вариант up вверх когда ноты вот так вот друг за другом идут вверх прям ступеньками тын-тын-тын-тын-тын-тын и бывает вниз бывает up down вверх вниз down up вниз вверх и так далее здесь в общем то мы видим что у нас идет вверх потом вниз потом опять вверх то здесь чуть-чуть такая модифицированная версия арпеджио ну давайте послушаем как это будет звучать все с тем же самым нашим звуком вуаля этот звук подходит и сюда а как нам и например быть если мы хотим сделать пэды из плака мы хотим сделать пэды ну то есть что-то уже есть но как бы не то это не совсем пэды давайте опять задавать себе вопрос как мы будем работать с пэдами но во первых пэды до должны быть широкими это почти наверняка так мы и оставляем во вторых чтобы я сделал я однозначно не хочу чтобы был первоначальный вот этот вот удар который нам дает это 2 значит адср поэтому я это все дело убираю сейчас 2 адср вообще не работает работает только первый который воздействует непосредственно на громкость и у нас пропал этот первоначальный удар который раньше был то есть удар важен для баса чтобы вас пробивал и качал он в принципе важен для плака чтобы он был такой острый щипковый но для пэда это как бы совсем неуместно пэда в пэдах чаще наоборот встречается увеличенная атака когда звук у так вот плавно всплывает и плавно затухает но мы слышим что здесь идет какое-то прерывание поэтому я увеличу количество релиза это послезвучие то есть уже чуть-чуть поинтересней и конечно же это звучит слишком низко я бы сделал повыше потому что ну как-то но депрессивно звучит я бы закрыл несколько фильтром потому что как опять же мне кажется слишком ярко это звучит все-таки педа не должны быть такие более мягкие и и можно чтобы добавить щекать такой вот именно мягкости можно чуть добавить резонанс и конечно мы можем внутри самой мелодии убирать какие-то лишние ноты мне скажем не очень нравится что здесь сильно гудит а гудит из-за чего дело-то не внутри пресета дело в том что вот эти вот ноты ну то на сильно низкая она сильно гудит я их попробую сейчас убрать и послушаем что получится так вот здесь нам тоже их нужно убрать либо их можно было сделать тише по велосити это тоже очень хороший вариант на самом деле и он вполне бы нам подошел вуаля мы сделали пэд такой простецкий пэд на базе одного осциллятора с базовой формовой формой волны если вам кажется что звук сильно такой какой-то простецкий окей добавьте еще осциллятор их здесь еще три штуки всего четыре попробуйте разные формы волны попробуйте какие-то осцилляторы делать широкими какими-то не широкими плюс используйте эффекты у вас получится более интересный звук моя задача показать базу которая чаще всего используется ну хотя даже такой звук на самом деле он будет универсальным потому что он подойдет практически всегда и везде почти в любом треке ну и давайте напоследок лиды лидирующие инструменты они в данном случае у нас идут ну просто как такая мелодия но здесь они задублированы на октаву выше ниже просто для чуть большего такого большей жирности и насыщенности слушаем звучит странно давайте думать как мы можем из этого сделать быстро лид но разумеется нам нужно убрать вот эту вот какую-то сглаженную атаку она здесь совершенно ни к чему то есть нам нужен некий удар и некий транзиент релиз я оставлю наверно таким потому что между вот этими нотами большие паузы и я хочу эти паузы как бы закрыть заткнуть вот этим вот длинным релизом длинным послезвучием также конечно я открою фильтр потому что это лидирующий звук он должен быть яркий он же лидер у нас ох как громко и ярко сразу попробую сделать на октаву вниз но полагаю что это будет лишним а вот здесь вот можно сделать вот таким вот образом мы как раз давайте сделаем лейринг то есть мы добавляем еще один осциллятор я хочу сейчас добавить чуть-чуть вот этого слоя который был бы чуть повыше потому что мне ну как бы вроде и так неплохо звучит но хочется чтобы какой-то был слой пониже а так хочется чтобы был слой повыше окей у нас же есть еще осцилляторы я добавляют для разнообразия здесь осциллятор соу ну чтобы не были у нас одинаковые формы волны по громкости я их делаю примерно одинаково дальше откалибрую по необходимости более точно и здесь также я этот звук немного расширю также добавим 6 голосов покрутим дитюн супер здесь даже никакой не нужен на второе dsr на самом деле на фильтр мне кажется это будет лишним потому что если мы говорим про лид то лиды они обычно вот так вот и используются то есть тут не обязательно даже использовать этот вот dsr хотя можно попробовать в общем-то и все вот таким вот образом мы создаем звуки базовые мы можем быстро сделать из одного звука другой я показал как это делать из этого звука можно было бы максимально легко и быстро сделать бас и обратно так что вот таким вот образом вы узнали основы саунд дизайна основы синтеза вы знаете теперь что такое плаки арпеджио там в общем педы и все остальные категории звуков и можете быстро между ними вот так вот переключаться на этом все с вами был александр владимиров школа logic pro help пока